Привет, Иси! Это Михалыч, и сегодня у нас злобное начало. Смотри, что там у меня внизу? У меня внизу эти злые красные колобки. Мы их с тобой никак не можем бомбануть, потому что они от нас убегают. Но у меня есть бомбочка. Как насчет кинуть им бомбочку? Вниз вот так вот кидаем. Надеюсь, мой дом не разнесет. Ты видал? Ты видал, сколько из них выпало ресурсов? Офигеть. Ну и, конечно, все мои деревья тоже разнесло, и... Лампа, лампа, защити меня. Лампа-то, кстати, работает, ты посмотри. Слизь улетел сразу же. Все и песчаные царства. Зашибись. Короче, ладно, забираем здесь все ресурсики. Теперь мы знаем, что в этих попрыгунах злых красных очень много ценных руд. Так что, по возможности, их нужно бомбить. Смотри, у нас тут еще парочку есть. Блин, ну их подрывать, это значит и деревья ломать. Так не хочется. Ладно, пусть живут. Короче, каков наш сегодняшний план? План довольно простой. Построить инопланетную взлетную полосу. Вот такую вот, смотри, посадочная полоса. На таких космические корабли отдыхают, когда они занимаются космическими перелетами. Мне нужно 50 камней, у меня есть 41. Пойдем добывать камни. Ух, давненько я камушки не ломал. Что такое? Михалыч, давай работай. Не ленись. О, пошла же. Усо, весь день копал. Точнее, долбил камни, добывал камушки. В общем, набрал 58 камней. Это даже больше, чем нам нужно. И теперь мы с лёгкотью можем построить эту посадочную полосу. Но вопрос в другом. Куда мы её с тобой зафигачим? Вначале нужно посмотреть, насколько она огромная. Етишкин корень. Вот это полоса. Куда ж мне её опупить? Куда ж мне её воткнуть-то? Ну, у себя в огороде точно не воткнул. Походу, надо где-то здесь её воткнуть. Да, здесь, в принципе, норма местечка. Не ожидал, что она будет такая. Ну, хотя для космических кораблей, слушай. Чё бы и нет. Давай, наверное, вот здесь вот её поставим. Строим. Открыт новый рецепт крафта. Я чё-то скрафтить могу? Так, значит, космические корабли теперь к нам будут иногда заглядывать. Это здорово. Новые знакомства, все дела. Давай посмотрим, что за новый крафт у нас там образовался. Ох ты, японские технологии. Корпус корабля, система зажигания, двигательная система. Это получается. Получается, что я могу построить себе космический корабль. И свалить с этой планеты. Так, так, так. Ну, ладно, мы это, короче, оставим на потом. У нас ещё есть, что поизбретать. Ну, во-первых, нам нужно всё-таки сделать себе бензопилу, пневмобор и детектор металлов. А уж потом, потом, заняться уже строительством корабля. Учитывая, что материалы у меня просто навалом. Медных слитков, я имею в виду. А также... А, слиток железа всего два. Ну, ладно, не дофига. Совсем немного. Есть вероятность, что я всё-таки чё-нибудь да сделаю. Я хочу, конечно же, первым делом сделать детектор металлов. Металлические пластины. Не фиша, не изобретай, потому что нет зелья стойкости. Хотя оно у меня вроде там где-то валялось, сын, дочки. О, а это зелья невидимости. Зелья силы. Зелья полёта. Чё-то побери... Не разберусь в своих захромах, где чё, не. В зелья стойкости у меня нету. Чё там для него нужно-то? Зелья стойкости. Три герберы. Как она выглядит-то хоть? Гербера. Вот такие синие цветки. Ладно, пошли в поле. Будем собирать. Хотя, зачем поле? Они у меня вот тут раскиданы. Замечательны. Два цветочка уже есть. Как насчёт сгонять к моему другу инопланетному? Наверняка он там что-нибудь себе засадил. Снимем деньги из банка. Давай, наверное, пять монеток заберём. Зайдём в магазин заодно, посмотрим, чё купить можно. Гардероб. О, двуспальная кровать. Офигенно. Давай-ка я, наверное, себе куплю. Денег маловато. Сейчас денег побольше сниму. Шесть. Ладно, всё сниму. Я сегодня буду швырять деньгами. Значит, покупаем двуспальную кровать. Тут написано, что двуспальная кровать идеальна для того, кто ждёт компанию. Или любит спать в позе морской звезды. О, это же нужно. Обожаю спать в позе морской звезды. А ещё в позе эмбриона. Так, значит, покупаем кровать. Мне её должны доставить. Уже, наверное, доставили. Где моя кровать? А кровать-то где? Чё-то я не шиша не понял. Меня чё, кинули на бабки, что ли? Да ну нафиг. Деньги сняли. Я чё-то не въехал. Я вроде как купил её. Ошибка. Почему ошибки-то? О, блин, шишки-мартышки. Я все же деньги снял. А нужно, наоборот, деньги-то все закинуть. Сколько там? Шесть, по-моему. Да, вот так вот. И теперь я могу купить себе кровать, да? Купить. О, здорово. Кровать напечатается сейчас. Зашибись, теперь у меня есть кровать, куда бы я только воткнуть. Ну, наверное, здесь. Буду спать на втором этаже. И смотреть на свою теплицу. Просто чума. Вот так вот ставим. Оу-е. Жалко только одно. Я медведь не спящий. У меня бесонница. Ну ладно, зато кровать есть. Так, значит. Ты, кстати, видел, да? Здесь ещё есть ящички внизу кровать. Так что я могу туда что-нибудь спрятать. Деньги у нас есть. Отправляемся на поляну к моему инопланетному, бро. Так. Какой у него там номер-то? Шесть, шесть, ноль, шесть. По-моему, так, да? Шесть, шесть. Шесть, ноль, шесть. Или не так. Или так. Шесть, шесть, ноль, шесть. По-моему, так. Ладно, давай позвоним. О! Всё-таки не дырява у меня башка. Здорово, бро. Как у тебя тут дела? Что-то огородик у тебя тухло растёт. Вообще ничего практически не растёт. Ты что ничего не садишь, а? Бочину давишь, да? Хотя у тебя тут бочину-то давить не на чём. Дивана даже нет. Так, значит, цветочки у него есть. Один забираем. И возвращаемся домой. Блин, а какой у меня дома номер? Сорок шесть, девяносто восемь. Всю ночь вспоминался номер. Уже, смотри, развело. Отлично. Прибыл куда нужно. Как я хочу сменить этот номер телефона? Как мне бы это реализовать, а? Итак, растения мы все добыли. Для зелья стойкости. Осталось только лёд взять. Сейчас у меня там есть целых одиннадцать, ты прикинь. И всё, в принципе, зелья стойкости. Где оно, вот оно. Можно готовить. Не хватает ресурсов каких? Гербера, стекло. А, стекло, а не лёд. Ну, один фиг стекло у меня тоже есть. Стойкости. Варится. Усо! Где эта металлическая пластина? Вот она. Металлическую пластину мы сделали с тобой. Это замечательно просто. Смотрим, что ещё нужно. Медный провод есть, металлическая пластина тоже. Детектор, в принципе, готов. Давай посчитаем, что там хоть написано. Высасывает всё из-под земли. И находите скрытые сокровища с помощью этой волшебной, вечной супер-лопаты. Звучит просто волшебно. Значит, где это моя чудо-лопата? Вот она. Переносим её вместо лопаты. Но я так полагаю, лопату окончательно она всё-таки не заменит, потому что копать она как бы не умеет, да? Сейчас это испробуем. Так, детектор. Ух ты, как светится, смотри. Что-то там есть. Можно копать. Офига себе. Она всё-таки копает? Офигеть. Офигеть. Значит, можно лопату выкидывать старую, да? Обычная ручная лопата, это уже древние технологии. Это уже скучно. Её сюда складываем. Пойдём искать сокровища. Сокровища. Явно же детектор должен запищать, если что-то там ценное будет под землёй. Правильно же? Хотя не факт. Не факт, не факт. Не будет он пищать. Но высасывает он, конечно, знатно всё. И кажется... Нет, только не вихрь. Я не хочу, чтобы он наступил. За что мне эти климатические проблемы? Валим от этого вихря. Не хочу, чтобы он нас засосал. Я подсуетился, и у меня теперь есть ингредиенты. Точнее, все ресурсики для того, чтобы сделать пневмобур. Конструируем. Зашибись пневма, пневмобур. Чё там написано про него? Ломайте камни, как профессионал. Вооружившись этой вечной суперкиркой. У меня теперь кирка не будет ломаться. Зашибись. Значит, вот эту вставляем сюда. Ту можно отправить на вечный покой. Ну, или на прозапас. Где эта кирка? Кирка. Вот ты идёшь сюда. Ну, а мы идём с тобой проверять нашу новую профессиональную пневмокирку. Ёкарный. Фига себе у него шило. Точнее, жало. Похоже, знаешь, на швейную машинку. Конечно, жёстко. Ладно, попробуем. Хочу разбить вот этот камень. Ё-моё, зачем я бью своим пневмобором по этому камню? Ай-яй-яй-яй-яй. Я сейчас тебя заштопаю своим пневмобором. А, не получается. Ещё поделись. Так. На тебе. Вот ещё получается. Надеюсь, он у меня не сломается нафиг. Всё, заштопали этого слизника. Блин, но почему он его... Почему он им долбит? Они, как профессионал, добывают камень. И уже, по идее, надо как-то поставить и колбасить камень. Но нифига. Ёкарный. Метеоритный дождь начался. У-ху. Ладно, давай быстрее камни добывай. Так, железка есть. Защипись, это то, что мне нужно. Так, и кажется, можно валить, в принципе. Если ты, Михалыч, будешь бензопилой тоже колбасить об дерево, а не пилить, как положено, то я всё. Мои полномочия здесь окончены. Я в тебе очень сильно огорчусь. Ладно, пойдём. Нифига себе. Это что, метеорит сюда, что ли, упал? Прямо в мою компьютерную систему, что ли? Смотри, как пар идёт. Походу, что да. Крышу, смотри, как разнесло. Или у меня здесь не было крыши? Да нет, была крыша. Крыгаться. У-у-у! Мой огородик. Влетело, так вылетело. Ну ладно, в принципе, вроде без последствий. Так, значит, берём нашу бензопилу. Вот так. Вот как она выглядит. Ого-го! Звучит сёчно и мощно. Ну посмотрим, будешь ли ты пилить деревья. Давай. Но что ты будешь делать? Калашмарить бензопилы по дереву. Не совсем то, что я ожидал, но ладно. Зато пилится быстро. Про бензопилу написано следующее. Убивайте деревья стильно, вооружившись этим вечным супер-топором. А, ну понятно. Михалыч считает, что это не совсем бензопила, это супер-топор. Поэтому он рубит как топором. Всё ясно. Ну, что могу сказать. Профессиональный инструмент мы с тобой сделали. Теперь у нас есть всё. И детектор сокровищ. И пневмооборудование. И пневмобор. И, конечно же, пустые лапы. Нет, не это. Я хотел показать бензопилу. Вот. Короче, мы теперь настоящие с собой крутые профессиональные строители. И, в принципе, в принципе, можно построить теперь, знаешь что? Ядерный реактор. Это последняя вещичка, которую мне осталось сделать. Ну, в смысле построить. Написано, что ядерный реактор по-каратистски расщепляет атомы и выпускает ужасающее количество энергии. Мне даже страшно представить, что он будет делать. Пойдём, короче, в дом. Быстренько его соберём. Ну, как быстренько. Это всё-таки ядерный реактор. С ним придётся повозиться. Для него нам нужно сварить зелье скорости. А для зелье скорости нам понадобятся какие-то цветы. Зелье скорости где? Ну, вот оно. Геликония. Что это такое? Геликония — это оранжевые цветы. Хорошо. У меня парочка, по-моему, где-то валялась таких. Или не валялась. Но я знаю, у кого валялась. Надо позвонить своему дружбану. У вас нет монет. Я всё просрал. Чёрт побери. На междугородные звонки потратил всё. Ладно. Пойду погуляю. Может, в окрестностях что найду. О! Геликония. Раз геликония. Два геликония. Три геликония. Всё собрал. Всё. Зелье скорости сварили. В принципе, для ядерного реактора у нас теперь всё есть. Вроде бы как. Ну, сперва нужно сделать сверхпроводящий макропроцессор. Суперумный процессор с бессмысленным названием. Ну что ж. Сооружаем. Самое интересное. Сам ядерный реактор. Где он только у меня? Та-та-та-та-та-та. Тут ракеты. Ну вот, опять выхорничался. О-о-о. Ты глянь на него, какой он прикольный. О-о-о. Я думаю, что дома такую штуку нежелательно ставить. Это очень опасно будет, да? Как насчёт поставить где-нибудь здесь? Возле дома? Опа. Открыт новый рецепт крафта. Ну, пойдём посмотрим, что там мы можем скрафтить. О-о-о-о. Станция клонирования. Надо отсюда свалить. А то этот вихрь мешает. Шумит тут, понимаешь ли. Нет, сам вихрь я, конечно, не полечу. Я полечу. Я даже не знаю, куда я полечу. Давай, например... Куда-нибудь вон туда. В той стороне я ещё не был. Точнее, давно там не был. Залазим. Прощай, вихрь. Я полетел. О-о-о. Вот это посадочка. Зашибись. Мы подальше от него улетели. И теперь я спокойно могу почитать. Итак, станция клонирования. Клонируйте себя и обманите смерть. Одноразовая и не особо полезна, если перманентная смерть отключена. То есть эта штука одноразовая? У-у-у. А сколько всего там нужно на неё? Но так-то может быть и полезно. Ладно, что ещё там есть? Есть консоль зондирования. Запустите исследовательский зон для поиска важных мест и нахождения компонентов для восстановления космического корабля. О-о-о. Это понадобится. Это понадобится 100%. Что-нибудь ещё тут интересненькое появилось? Не. Больше ничего. Так. Но появилось в оружии что-то. Что новенького? О-о-о. Атомный пылесос. Ёшки-матрёшки. Любимое оружие лентяя. Держите взаимодействие, чтобы автоматически притягивать предметы поблизости. Ну, даже не знаю. В принципе, мне несложно самому собрать. Это всё, что здесь новенькое есть. Также у нас новые научные какие-то... Изобречения. Ядерная печь. Ядерные шишки. Господи. Что это такое? Готовьте еду и плавьте металлы с этим удобным атомным рюкзаком. Костёр и плавильня два в одном. Это ядерная печь, да ещё и в рюкзаке. Хочу. Хочу, хочу, хочу. Таскать ядерный реактор у себя за спиной. Это просто мечта, наверное, каждого ядерщика. Но для его создания потребуется ядерный реактор. Придётся пожертвовать своим ядерным реактором. Блин, это, конечно, не очень хорошо. О-о-о. Смотри, чё нашёл. Баскетбольное кольцо. А-а-а. Вспомнить бы, где я находил баскетбольный мячик. Так, ладно. Я запомнил, что у нас есть баскетбольное кольцо. Не обязательно сюда вернусь. Смотри, 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 чё нашёл. Магазин. Пустыни. Чтоб меня. Чё тут есть? Давай посмотрим. Тут, в принципе, всё то же самое. Все те же вещички. Ещё и деньги здесь могу в банк положить. Интересно, тут одна система? Если я здесь деньги положу... Так, мне кажется, там кто-то бьёт. Я с голоду помираю. Надо сожрать мясо. Короче, надеюсь, что если я деньги здесь положу, то эти деньги окажутся и у меня там дома. Ты это видишь? Это зомбак, что ли? Я таких ни разу не видел. Офигеть, это зомби. Прикол. А он даже на меня не нападает. Ему вообще пофиг. Это инопланетянин? Здорово, бро. Ты инопланетянин? Подарить. Я могу что-то ему подарить? Подожди-ка. Он любит ржавые ложки. Блин, ржавая, ржавая, ржавая ложка. Я где-то видел её, где-то видел. Где-то видел ржавую ложку. Пойду искать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»